Эти деревья повалил прошедший выходные ураган. И это не единственное последствие грозы. Сильный дождь и порывы ветра нанесли немалый ущерб городу. Ливень затопил улицы Зернова, Музрукова, Советскую. Шквалы ветра снесли крышу одного из зданий больничного городка на Маслихе. И повалили более десятка деревьев. В районе 15.00 над городом сгустились тучи. Буквально за 10 минут в Сарове наступил апокалипсис. Мощными порывами ветра людей сбивало с ног. Сыпался град. Горожане укрывались от дождя кто где смог. Было очень страшно. Деревья до земли внулись. Я перепугалась, честно. Здорово гремел гром, молния. И даже у нас свет отключился. Переждал в магазине. Как он стих, успел добежать до дома. Была в магазине в Кубе. Вышла, дождь идёт. Домой шла по колену в воде. От урагана пострадало и личное имущество горожан. Ветер снёс заборы в садоводческих хозяйствах, а крупный град повредил несколько автомобилей. У меня на машине остались последствия. Следы от града. Град был серьёзный, поэтому мы увидели их не сразу, но на следующий день заметили. Просто смерч. Разодрало две сливы. Ну, старые они, конечно, но очень мощные. Значит, у яблони отвалился сук. Ну, с дерева, наверное. Ну, естественно, картофель там всё полегло. Лук. В общем, был ужасный. Я бы не упала. Муж у меня там был как раз. Если ураган застал вас врасплох, то не паникуйте. Первым делом необходимо найти укромное место. Отойти от окон и дверей и занять безопасное место у стен внутренних помещений. В коридоре, в ванных, комнатах, туалетах. Погасить огонь в печах, выключить электрическую энергию и закрыть краны на газовых сетях. Ирина Вашегородцева, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24.